всем привет с вами как всегда я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я уже неоднократно упоминал что родился в маленьком поселочке в татарии и даже показывал несколько рецептов татарской кухни опубликовал тут инстаграме фотографию своего завтрака и получил в личку целую кучу просьб снять на эту тему рецепт на мой взгляд рецепт примитивен да нельзя и снимать там особенно ничего но раз просят покажу итак сегодня у нас костыбы это пресная лепешка из теста начиненная как правило картофельным пюре если вы в гугле или ютубе наберете костыбы рецепт то совершенно однозначно получите рецепт костыбы с картошкой при этом обязательно автор упомянет что еще костыбы начиняют пшенной кашей вы будете смеяться но я родившись и прожив до 17 лет в татарии ни разу не пробовал костыбы с пшенной кашей только слышал ну ладно приступим для начала надо замесить тесто и я как всегда воспользуюсь своим чудо миксером мука пшеничная высшего сорта яйцо масло молоко соль и сахар и отправляю вымешиваться все пропорции я как всегда укажу в описании видео вы готовите под ролик в лепешке такого типа как правило сдобу не добавляют и костыбы в этом отношении исключение будем считать что все вымесилась смотрите какое консистенция очень важно видите она мягкая и она слегка-слегка еще липнет к пальцам приготовьте плотное тесто и лепешки получится сухими такими твердыми невкусными вот это вот очень очень самый важный момент в костыбы так что еще раз консистенция теста плотность его это самый важный момент в костыбы заверну пока фленку пусть полежит пусть клейковина от влаги в тесте еще больше набухнет это сделает тесто еще более эластичным а сам займусь начинкой пока во первых конечно надо поставить водиться картошку чтобы сэкономить ваше время и стал демонстрировать ее чистку на камеру варю в посоленной воде так она получается гораздо вкуснее еще практически обязательным ингредиентом начинки является хорошо прожаренный лук много лука и хотя я шинкую его в каждом ролике покажу как это делаю сейчас в тайне надеюсь что вам понравится моя супер профессиональная работа ножом и вы если до сих пор это вы еще не умеете сделать научитесь обжаривать буду на сливочном масле но лучше подчеркнуть сладость лука такая профессиональная работа ножом позволяет очень сэкономить время на кухне и я думаю что есть у вас меньше будет времени на готовку уходить то вы более охотно будете пробовать мои рецепты какой меркантильный до помешивать не забываем практически всегда когда меня угощали этим людям то начинка была из картошки и жареного лука но я за разнообразие поэтому хочу приготовить еще парочку назовем их расширенных вариантов начинки это у меня как вы видите шампиньоны но использовать можно практически любые и да если сейчас кто-нибудь воскликнуть что шампиньоны безвкусные то я вам скажу да вы просто не умеете готовить загляните вот этот ролик там я показывал как можно сконцентрировать вкус шампиньонов выдавить из них все что они могут это полезный ролик загляните обязательно грибы тоже отправляю на сковородку и их буду обжаривать на смеси оливкового и сливочного масла оливковые нерафинированные extra virgin и она в смеси со сливочным дает совершенно потрясающий аромат французы например постоянно этим приемом пользуются хорошо прожаренную шампиньону практически обязательно надо добавить чеснока его рисковатость очень хорошо подчеркнет вкус гриба и на мой взгляд при обжарке шампиньонов для сегодняшней начинки не стоит объединять в одной сковородке чеснок и лук сладости нам будет достаточно в картофельном пюре а грибы должны противопоставить себе этой сладости подчеркнуть вкус картофельного пюре оттенить его так скажем уравновесить что там с луком отлично почти готов ну и как еще один из вариантов я хочу использовать поджаренный бекон до костыбы татарское блюдо но я не мусульманин и даже не татарин костыбы это только лепешка и почему бы эту лепешку не попробовать с какой-то другой начинкой отличный от традиционной и принятой в татаре почему бы не использовать бекончик а все же его любят так лук меж тем готов смотрите какой хорошо подрумянился он сейчас очень сладкий из-за того что сахар уже карамелизовался ну а на освободившуюся сковородку я отправляю бекон нарезал я как вы видите довольно мелко кстати вы уже можете начинать думать над своими вариантами начинок так а что тут у нас с грибами раз грибами у нас все отлично самое время положить чеснок сразу запах такой классный идет и огонь наверно можно убавить так картошка сварилась а теперь надо приготовить пюре поработаю толкушкой если вы собираетесь такое пюре хранить сутки то заливать его надо кипящим молоком но мы с операторами съедим все прямо сейчас добавлю масло поэтому не буду множить сущности и добавлю холодного блока и посолю сразу же и хорошенько перемешаю вот так красота а теперь добавлю лука еще был замечательно положить свежего укропа но свежего у нас днем с огнем не найти поэтому я использую сушеный но чтобы хотите на без рыбита так что приходится выкручиваться вот так вот будет наверное достаточно и перемешать за то время пока лепешки выпекаются укроп в пюре напитается влагой и отдаст свой аромат пюре готова осталось разобраться с тестом с ним все просто любым удобным вам способом раскатывайте тесто ходить по одной лепешки катайте хотите сначала раскатайте пласт затем нарезайте из него одинаковые при помощи тарелки неважно это верно теперь выкладываю на сухую сковородку что касается теста как я уже сегодня сказал обычно в пресной лепешки сдобу не кладут но кастыбы исключение вместо молока кстати можно использовать например жидкую сметану можно использовать кефир это еще больше добавит им вкуса при выпекании старайтесь чтобы сухой муки на лепешках было как можно меньше она осыпается и начинает гореть издавая неприятный запах ну достаточно выпекать надо до появления вот этих подпален а сюда следующую и сразу же пока лепешка горячая сюда начинку первой кастыбы будет только с картошкой луком вот так и сразу же закрыть а поверхность смазать растопленным сливочным маслом ну и в таком духе выпекаем остальные снимаю сюда следующий сюда картошку и в этот раз сверху положу грибов вот так отлично и опять закрываю и опять масло грибы кстати при жарке не забудьте посолить по вкусу ну как вы уже видите блюдо получается очень калорийная но чертовски вкусная уверяю вас такие вот лепешки выпекаются гораздо быстрее блинов ну просто потому что в блинах тесто жидкое а здесь она значительно более плотная ну конечно не такое как на лапшу или на пельмени но все же и бекончик сюда отлично допеку остальные с вашего позволения позже а сейчас не удержусь и попробую на мой вкус к ним надо обязательно подавать очень горячий очень крепкий черный чай так какой же выбрать давайте наверно самый первый кастыбый обалдеть нет вы конечно можете сказать что это ностальгия но вот реально сделайте действительно вкусное картофельное пюре и просто отвал башки нереально фантастически вкусно обожаю татарскую кухню обязательно попробуйте такое приготовить обязательно пофантазируйте с начинками и не спрашивайте меня можно ли такую можно ли сякую я не господь бог я сам постоянно учусь вы лучше попробуйте приготовить а потом поделитесь результатом здесь или в группе вконтакте ссылки кстати на все эти группы соцсети и прочее есть в описании каждого ролика спасибо за компанию всем пока